Не только сделать мир несколько лучше, но и расширить его границы может книга. Чуть меньше года назад организаторы проекта «Байкал. Вокруг света» отправили из Иркутска в кругосветку необычные издания. Начало ему положили школьники столицы Восточной Сибири, а затем дети со всего мира смогли изобразить Великое озеро и посвятить ему пару строк. Чтобы напомнить всем о существовании и ценности этой точки на карте, а сейчас своего рода альбом вернулся на родину. По пути домой не обошлось без приключений. При перелете из Австралии в Бразилию книгу потеряли в аэропорту. Нашли лишь спустя месяц, после чего она продолжила путешествие. В общей сложности преодолела 25 стран, среди которых Китай, Япония, Испания, США. Участие в создании поистине уникального издания приняли 40 семей. Сейчас мировое турне завершилось, как и страницы в книге. Но говорить о ней не перестают. Сегодня, например, организаторы проекта пришли в студию Авторадио Иркутск, чтобы поделиться впечатлениями и показать творения детей со всей планеты. Логистику первого нашего проекта мы строили по русскоязычным семьям, когда-то уехавшим из Советского Союза. Мы хотели этим ребятишкам, их мамам, папам напомнить, что есть такое замечательное озеро, ребятишкам рассказать об этом озере и попросить их, чтобы они нарисовали свое видение и пожелание этому озеру. Понятно, что это популяризация Байкала, но это все-таки бренд страны.